Тёмный, молочный, белый, пористый, горячий, с добавками и без. Разновидности. Это излюбленные сладости не сосчитать. Кажется, шоколад едят все. Его употребляют как в самостоятельном виде, так и в десертах. В народе много рассказов и анекдотов о том, что женщины могут съесть разом целую коробку шоколадных конфет. Говорят, шоколад поднимает настроение и положительно влияет на здоровье. Но так ли он полезен? Или это мифы, придуманные кондитерскими гигантами? Не стоит бояться пристрастия к шоколаду, потому что оно очень положительно влияет на здоровье взрослых и детей. Именно психологически даже. И в головном мозге есть гормоны, как их называют ещё, нейротрансмиттеры. Шоколад усиливает эти все гормоны, улучшает настроение, то есть мыслительные процессы, регулирует сон. Нынешний шоколад не похож на своего прародителя. Он был исключительно, как сейчас принято говорить, горький, то есть без добавления сахара. Ведь самое ценное в этом продукте – какао-бобы. Поэтому врачи рекомендуют есть только тёмный шоколад. Он полезен для сердечно-сосудистой системы, препятствует возникновению плохого холестерина, укрепляет сосудистую стенку, является хорошей профилактикой инфарктов и инсультов. В небольших количествах разрешается и диабетикам. Также шоколад с повышенным содержанием какао-бобов улучшает тонус и даже борется с онкологией. Естественно, у каждой монеты есть вторая сторона. Естественно, что шоколад подходит не всем. Не разрешается женщинам в определённом триместре беременности, потому что когда происходит закладка иммунной системы у плода, соответственно, здесь могут быть какие-то дисбалансы. Но это всё очень маленький процент вероятности. Плюс, конечно же, шоколад запрещен людям с серьёзными нарушениями обмена веществ, то есть с ожирением. Ежедневно среднестатистический россиянин съедает порядка трёх килограммов шоколада в год. Он является неотъемлемой частью чаепития. Его дарят в знак благодарности. И что бы ни говорили врачи, наши люди любят шоколад. Скажите, любите ли вы шоколад? Смотрим. Видимо, любите по цвету коляски, да? Да. А за что вы его любите? Сладкий, вкусный. Какой именно? Молочный. Я обожаю шоколад. За что? Потому что я кофеман, да, и без шоколада не пью кофе. Какой бы шоколад вы не выбрали, в каких бы целях вы его не употребляли. Главное, чтобы он приносил удовольствие, ведь всем нам хочется жить в шоколаде во всех смыслах. Юлия Поготьян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Вов, будешь шоколадку? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова